здравствуйте уважаемые гости и подписчики и сегодня на канале очередной обзор очередной посылки из китая и на этот раз наши китайские товарищи предлагают нам вот такой вот ружейный чехол или скорее оружейный чехол приобрести его можно в магазине на алиэкспресс ссылочку я оставлю в описании а сейчас сделаю на него такой вот обзор постараюсь делать максимально подробно позиционируется он как чехол кобура и на картинке на самом алиэкспрессе в нем переносится короткие относительно короткие помповые ружья кстати владельцы такого ружья например как известный у нас в миру обрез председателя или не смерть председателя он же тос 106 20 калибра со складным прикладом рамочным как раз могут использовать этот чехол под него но даже если мы просто обладатель обычной двустволки при большом желании тоже можно использовать например я вот вы свою тулку сейчас разобрал и сложил в этот чехол кстати его длина 7 720 миллиметров она четко четко подходит под стволы моего тозика однако сейчас покажу они находятся в этом обрез детей торчат наружу вот и это конечно же в данном случае недостаток но поскольку многие охотники которые пользуются старыми советскими чехлами они свои ружья очень часто дополнительно упаковывают какой-нибудь носок чулок чехольчик вот и потом уже вставляют в чехол поэтому в принципе если вы переносите ружье в машине можно вполне использовать на свою цену это очень даже хороший вариант вот я показываю у меня здесь 720 стволы так ну и естественно приклад положенных пока сюда и здесь есть еще один недостаток для разборного ружья здесь внутри нет продольной перегородки которая бы отделяла стволы от приклада и казенной части и они будут соударяться друг другом но я повторяю если вы используете дополнительную упаковку для обеих этих деталей в принципе ничего страшного там не будет ну теперь давайте перейдем подробнее к самому чехлу кстати сколько я не получал посылок это первая которая пошла вот с такой вот лейбочкой здесь картинка магазина логотип производителя его электронный адрес и все необходимые данные у краткие данные которые могут присутствовать на этикетке ну и конечно же made in china ну и еще есть такой вот как это называется код для считывания смартфоном как я уже сказал длина его составляет 720 миллиметров ширина около 20 чуть меньше 20 материал который здесь изготовлен кстати выпускается в нескольких цветовых вариациях но я выбрал черный как наиболее классический подходящий в принципе для любого случая и не выбрал камуфляж но потому что мне не нравится просто камуфляжные чехлы и камуфляжная окраска оружия это знаете слишком уж мегатористический как-то хоть на мне часы камуфляжная футболка но это не армейский все-таки камуфляж так вот ткань здесь использована 600d ну из такой ткани шьют рюкзаки это хорошая прочная износостойкая не самая лучшая но я повторяюсь на заявленную производителем или хотя бы продавцом стоимость эта ткань вполне очень даже хорошая толщина стенок около пяти миллиметров они внутри помещается какой-то упругий материал наверное что-то вроде как он называется пенополиуретан вот который защищает оружие от внешнего воздействия ткань хорошо моется хорошо стирается обладается еще водоотталкивающими свойствами и принципе можно даже этот чехол использовать подложить его и сесть на пенек там или еще куда-нибудь чтобы было и мягче и теплее предусмотрена ручка для переноски которая кстати может сниматься и менять свое положение в принципе как и все в этом чехле потому что весь чехол вот как видите он обшит такими ремешками с ячейками так называемая система молли куда можно навешивать сколько угодно дополнительного оборудования оснащения всякие подсумки ремешки и тому подобное принципе несколько ремешков здесь даже уже предусмотрено что хорошо это то что ну вот они нейлоновые судя по всему очень довольно таки прочные и недорогие что хорошо что хочется отметить все здесь застежки это не не липучка это кнопка причем кнопка металлическая очень даже прочная хорошая ну естественно есть ремень для переноски через плечо предусмотрено его два варианта крепления либо на боковой поверхности самого чехла либо более скажем так классический на ребре то есть больше привычная нашему обывателю фиксация производится при помощи карабинов ну длина ремня тоже регулируется варьируется все как положено ремень тоже нейлоновый единственный у него недостаток и довольно таки на мой взгляд существенный это пластиковая фурнитура я вот даже не знаю из чего сделаны кольца вот эти ну похоже все-таки кольца гнутые из металла но покрыты краской а вот сама фурнитура на ремне карабины вот эти все пряжка это все пластик ну конечно пластик пластику рознь но тем не менее на мой взгляд металл был бы несколько надежнее опять же мы не знаем как этот пластик ведет себя в условиях низких температур которые нередко у нас на охоте бывают ну впрочем как я уже говорил самом начале ролика он позиционируется как тактический чехол кобура и в принципе предназначен на не столько для охоты сколько вот для людей пользующихся короткоствольным короткоствольными дробовиками для охранников наверное каких-то или для людей которые увлекаются практической стрельбой стендовой и я тоже решил проверить как же в нем будет более короткое оружие находиться и для этого перешел вернее приехал специально в магазин стрелок который открылся у нас городе уже больше года назад там есть все ну более подробно об этом магазине я расскажу в отдельном ролике а сейчас вот посмотрите что получилось у нас примерить футболы футболы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, еще что можно сказать. Длина этого чехла меняется. Загибается нижняя часть. И имеется такая вот, опять же, пластиковая пряжка. Она защелкивается. И таким образом получаем еще более короткий чехол. Совсем под короткий ствол, который может только рукоять торчать наружу. Теперь в походном положении вот эту верхнюю часть тоже можно перекрыть при помощи ремешка с пряжкой. Но, опять же, перекрывает она не все, а только посредине. Здесь, конечно, желательно было бы два таких ремешка, но предусмотрен только один. Кстати, положение его тоже можно менять. Опять же, расщелкнув кнопочку и просто перекинув в нужную нам ячейку. Их здесь всего пять предусмотрено таких по всей ширине. Ну и здесь тоже вот имеется ремешок, хотя он так себе не особо ничего может фиксировать, и длина его не регулируется. Также я считаю, что этот чехол может вполне использоваться для переноски телескопического спиннинга, даже вместе с катушкой. Ну или там нескольких телескопических удилищ, сложенных сюда и пошли на рыбалку. Ну при этом, я говорю, единственным недостатком является открытый верхний, фактически открытый верхний край. Потому что, если его перевернуть, то может все-таки выпасть то, что у вас там внутри есть. А, да, кстати, чехол этот очень мягкий. Его можно сложить, свернуть и застегнуть этими же ремешками. Буквально вот в таком вот рулончике можно его переносить. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ